Знаки бывают разные. Желтые, белые, красные. Но именно эта наклейка вызывает у бывалых автомобилистов чувство опасения. Почему это происходит и уважают ли начинающих водителей на дорогах региона, узнаете из рубрики Автохам. Согласно правилам дорожного движения, в первые два года своего вождения любой водитель должен наклеить на машину вот этот знак. Он означает, что за рулем неопытный автомобилист. И сегодня мы проводим эксперимент. Мы наклеили восклицательный знак на стекло нашего автомобиля, везти который будет водитель с пятилетним стажем. Посмотрим, измельнится ли от этого отношение к нему на дороге. Для чистоты эксперимента едем не больше 50 км в час. Зачастую именно начинающие автомобилисты и самые неторопливые водители. Уже через несколько минут становится ясно, восклицательный знак, будто клеймо. Нас объезжают при первой же возможности, а порой и просто стараются держаться подальше. Директор одной из иркутских автошкол Геннадий Кабанов считает такое поведение проявлением чрезмерной осторожности. Поскольку от новичков на дороге можно ожидать чего угодно. Молодой он есть молодой. Он может вместо сигнала поворота включить указатели, стеклоочистители включить. Или включит поворот направо и забудет его выключить, и будет с ним ехать. Если впереди едет человек с этим значком, надо быть вдвойне внимательным. За рулем и так, как на войне, быть внимательным вдвойне. А тут уже, значит, втройне надо быть внимательным. Ежегодно на дороге региона выезжают больше 30 тысяч новых водителей. Да и количество аварий с их участием в последнее время только растет. Мы до ДТП дело не доводим. Всего лишь едем с разрешенной скоростью. Неуважение заметно даже в мелочах. Настоящие автохамы, например, не утруждают себя включением поворотников. Понять, почему так происходит, из машины сложно. Выйдем на улицу и поговорим с водителями. Уважают ли они новичков? Ну, ученики же учатся, правильно? Нормально отношусь с целым? Они выехали на дорогу, они такие же, как и мы. Те, кто уже без восклицательных знаков. То есть никаких поблажек им не надо делать? Зачем? Пусть учатся. За два часа, что длился эксперимент в нашу сторону, было направлено лишь пару озлобленных взглядов. Немного. Но именно из-за таких водителей наших автомобилистов, к сожалению, пока нельзя назвать дорожными джентльменами. Павел Марчуков, Виталий Перетолчин. Новости по будням.